Владимир, здравствуйте. Хотела бы узнать Ваше мнение по поводу завода электроцинга. Борьба с существованием завода электроцинга ведется давно. На моей памяти это еще начало 90-х, когда общественность узнала о том, что завод исчерпал источники сырья по близости. И получает сырье из латиноамериканских стран, из Боливии, кораблями. Причем сырье не совсем хорошего качества, как выяснилось. Потому что в нем были разные такие элементы, которые не соответствуют экологическим нормам. Тогда стало ясно, что раз сырья нет у нас в республике для завода, кроме того, уже в те 90-е годы металл, собственно говоря, шел на лондонскую биржу. То есть он, Россия, в нем не нуждалась. Только как сырье. Да, получалось так, что издалека ведут сырье к нам в республику. Здесь это грязное, отсталое производство перерабатывает. И чистый металл опять-таки уходит в развитые страны. То есть совершенно невообразимая ситуация. Мы были просто как отстойная яма для этого грязного, отсталого производства. Вот и все. Поэтому даже сам этот факт, при отсутствии даже экологических промеров, уже вызывал сильные сомнения в целесообразности этого завода. А экология, да, даже в 90-е годы были случаи. Я, например, помню, что в выщевачивательном цехе отравилась целая группа, несколько десятков молодых ребят. Когда была уничтожка ртутия, и пары, следы ртутия были обнаружены у них в крови, они имели последствия. В больнице обследовались, проходили лечение, ездили в Москву. Вели борьбу за то, чтобы администрация признала. Тогда еще УНК, кстати, не было здесь. До этого года еще. Чтобы признали действительно факт отравления и факт того, что нормы никак не соблюдаются экологические газовые. Это все вызывало большие опасения. А что уж говорить о сегодняшнем дне, когда все эти проблемы вышли на новый уровень. Сейчас известно, что УНК, придя сюда, но они делают вид, что действительно очень большие экологические преобразования ведут. Но на самом деле, на самом деле, многие знакомые, да я сам, честно говоря, ощущаю по себе, что экология наша стала намного хуже. Да, и практически она не выдерживает никакой критики. Кроме того, они сами себя контролируют, конечно, этот контроль, понятно, к чему мы можем только приводить. Вот сейчас, когда забот стоит, многие мои знакомые говорят, что как хорошо. Намного стало легче нам дышать и вообще настроение увеличивать, улучшилось. И некоторые говорят, что даже похода, климат как-то поменялся, да. Золотая осень. А лимические заболевания особенно обрастают тогда? Да, конечно, конечно. Все эти газы, они подавляют иммунитет, это совершенно очевидно. И тот уровень заболеваемости по совершенно разным болезням у нас намного превышает общероссийский. Кстати, вот недавно даже наши экологи известные высказали мнение о том, что в сотни раз превышает ПДК, оказывается, не только в городе, но и по всей республике. Я, например, был, я-то знал об этом, но был удивлен то, что они до сих пор молчали, они пока, да, власть наша не признала нецелесообразность завода, то вот они тоже, значит, помалкивали, делали вид, что все идет хорошо. Конечно, он не нужен, да, можно понять, что, допустим, его построили иностранцы, бельгийцы, насколько я известно, да, им нужен был металл, здесь источник сырья, все понятно, царь им позволил грабить, прямо скажем, наши богатства. Ладно. Но потом, после революции было, конечно, напряженное, предвоенное время, когда, конечно, было не до экологии. Хотя экология в то время, вот по моим источникам, она соблюдалась, между прочим, при советской власти. Ну, ладно. Когда речь идет о спасении страны, когда, как говорят, каждая пятая пуля одевалась у нас, да, конечно, нам нужен был свинец и, конечно, нужен был завод. Но война прошла, да. Война прошла. И уже даже в Хрущевские годы можно было подумать о том, что перенести, по крайней мере, производство. Сегодня многие спрашивают, какова же судьба Лев-Процинкова. Значит, на заводе вроде идут работы по восстановлению, но в то же время власть приняла решение, значит, о его ликвидации народ, подавляющем большинстве, за это предложение, под влиянием народа, я думаю, и власти, и наши видные деятели, значит, наконец-таки высказались за это дело. Но мы давно говорили о том, что нужна целая программа, целая программа дезактивации, развести просто эти завалы, которые накопились за 100 лет с чем-то. И это должна быть не просто, значит, борьба за закрытие завода, а борьба за принятие программы, большой программы, кстати говоря, по этим завалам. И, кстати, когда нам говорят, что как же останутся тысячи людей без работы, это огромная работа, которая хватит на много лет еще этим людям, да, их можно задействовать. Это, кстати, будет не такая вредная работа, как на заводе, но тем не менее очень нужная, необходимая нам всем. И, наверное, надо на федеральном уровне принять такую программу. Пусть она будет дорогостоящая, но зарывая дороже денег, вот, и поэтому необходимо срочно этим заниматься, а не гадать, закрыть или не закрыть. С закрытием, мне кажется, должно быть все ясно. Раз народ против, власть это подтверждает. Что еще надо для того, чтобы, наконец-таки, выполнить его волю? Спасибо.